Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В гостях у нас снова Николай Александрович Булычев, председатель городской топонимической комиссии. Повод, кто не смотрел наши первые выпуски, вот эта книга, которую написал, занимательная топонимика, абсурды и курьезы названий Рязанских улиц. Добрый день, Николай Александрович. Добрый день. Значит, сегодня мы в прошлой программе поговорили, закончили о Дашковских курьезах, а сегодня улицы Дублеры. Вот об этом. Наши комиссии тоже очень часто критикуют. Как же так? Почему у нас в городе Рязани есть одинаковое название улиц? Почему так? Что же вы так называете? У вас что, в вашем арсенале нет других названий? Почему это повторять? Наша комиссия к этому отношению никакого не имеет. Дело в том, что Рязань на протяжении многих лет расширялась в своих границах. И в состав Рязани входили очень крупные населенные пункты, в которых была своя уличная система. И вот названия улиц, они поэтому стали повторяться. И в результате вот сейчас у нас в городе Рязани пять школьных улиц. Пять? Пять. Четыре железнодорожных, четыре полевых, четыре садовых. Значит, и повторяется много. А всего таких пятьдесят две улицы, которые повторяются. Это вносит путаницу в работу, допустим, городских служб, скорой помощи, пожарной охраны, полиции, МЧС и так далее, и так далее. Мы провели специально заседание нашей комиссии. Что делать? Поменять все пятьдесят две улицы нереально. Это все затратно. Очень затратно. Это все затратно. Мы приняли такое компромиссное решение. Список этих улиц перед нами был. И мы решили, что для повторяющих названий в скобочках писать название микрорайонное. Отлично. Я живу как раз. Новая, в скобках, СОЛОДЧА. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Школьная, в скобочках, СЕМЧИНА и так далее. И это очень удобно. Это очень удобно. Когда смотрят список улиц и видят, ага, где находится эта улица. В скобочках все понятно. Куда едут? Понятно. Как раз вот опять обращаюсь к Елене Сорокину, Елена Борисовна. Но вот дизайн-код, это отлично для города. Будет в центре, я так понимаю, начнут с центра. Приводить в единообразие вывески, аншлаги и все остальное. Но надо заняться и вот этим вопросом, что все-таки как-то привести улицы. О чем я говорю, вы сейчас поймете. Вот смотрите, про аншлаговый беспредел. Да. Это наша боль. Что такое аншлаг, во-первых, надо людям объяснить. Аншлаг – это табличка, которая вешается на улице Шуказанинах, как эта улица называется. Это называется аншлаг. А вы знаете, почему я заговорил о дизайн-коде? Вот мне говорят, я же везде снимаю, по всему городу. Надо вот приехать туда, у нас там такие безобразия. Я адрес скажите, я наберу. А они мне говорят адрес. Ну, во-первых, улицы, там нумерации домов не поймешь как. Это уже ладно, это тема отдельного разговора. Начинаю искать. Ну, вроде точку показывает он точку, а он ведь как показывает? К этому дому. А я знаю, если он дом этот показал, то не надо вот там объезжать. А может подъехать с стороны, поставить машину, пешком дойти. Иду пешком. Вот это вроде дом, ни табличек. Вот этих аншлагов вообще нет. Объясняю, что сейчас произошло. Дело в том, что раньше в составе администрации города Рязани было БТИ, Бюро технической инвентаризации. Оно было как структурное подразделение администрации. Там все отслеживали. И там, значит, выявляли какая-то улица и так далее, давали указания. А у нас еще в одном из управлений города, это управление благоустройством, был специальный отдел, который занимался, занимался вот как раз развешиванием этих табличек аншлагов. И нумерацией домов. Официально занимался, люди там были в этом отделе, зарплату получали и так далее. Но у нас в стране, у нас в стране не только... Оптимизация. Оптимизация. Оптимизация задрогла все сферы жизни, и образование, и культуру, и здравоохранение, и все абсолютно. А сейчас я это выясняю, что и в военной ведомстве, в той же самой оптимизации, все это во вред. Хорошо, вот к чему я это говорю. Хорошо, что у нас не только развлекательная программа с вами. Вы еще и социально ответственный человек, я об этом знаю прекрасно. Почему я заговорил? Ладно я. А если вот у нас сейчас опытный водитель на скорой помощи, к примеру, они знают, где эти дома, новые микрорайоны, новые нумерации. Он едет, аншлагов нету. Куда? И скорые, помимо того, что они долго едут, они еще и найти не могут. Павел, я продолжаю. Погнали, что быстро. Значит, оптимизация, в результате ее, у нас ликвидировали этот отдел. Да. Это отдел. И вышло постановление, но Елена Борисовна, как в отношении, не имеет. Это ее предыдущие руководители города. Повод для сравнения. Предыдущие руководители. Значит, они приняли такое решение, постановление о том, что вот этими табличками, аншлагами должен заниматься каждый собственник дома. Короче говоря, если дом тебе принадлежит, если одноэтажный домик ты собственный или многоэтажный дом, там управляющая компания и так далее, они обязаны вывешивать таблички, нумерацию домов проводить и так далее, но если у нас в администрации все-таки люди относительно грамотные, они знали какие таблички, как улица называется и так далее. И так далее, да. Кстати, у нас появляются такие опусы в Рязани. Значит, улица Михайловское шоссе, улица Московское шоссе, улица Кубежское шоссе. Улица и шоссе, это слова-синонимы. Или это улица, или это шоссе. Или вот, допустим, улица Первомайский проспект. Вот я даже постоянно хожу, хожу и смотрю эту табличку. В свое время я пожаловался нашему губернатору, бывшему Николай Викторовичу Любимову. У нас было какое-то там совещание по поводу туристической привлекательности Рязани. Я им говорю, Николай Викторович, вы представляете, вот вводят туристов по нашим достопримечательностям и привозят в том числе туристов на площадь Победы, наше святое место. Прямо примыкающий дом площади Победы, к этому вечному огню, на нем висит табличка, до сих пор висит. И написано, улица Первомайский проспект. Я говорю, ну может быть, большинство жителей как-то не обращают внимания, но есть продвинутые туристы. Я говорю, ну как же так, вы же ошибка такая, не может быть улица проспекта. Или это улица, или это проспект. Вот, Николай Викторович, да-да-да-да-да-да. Это было лет пять назад. Как висела табличка, так она висит. Вот никто ее не понимает. Ну, Молков сейчас ходит по городу. Не, он ходит, он про пешеходный маршрут говорит. Видно, что человек заинтересован в развитии. Видно, что искренне заинтересован в развитии внутреннего туризма. Я думаю, что, ну посмотрит кто-то из его окружения на эту программу. И эту программу, я думаю, что расскажет ему, что все-таки вот это, ну, как-то стыдно. Вот в областном центре, в крупном городе, население которого более полумиллиона человек, да, это крупный город. И такие ляпы. Или вот... А, и почему вот я говорю, очень хорошее есть выражение. Дьявол всегда кроется в мелочах. Вот вроде мелочи, а вот они создают вот лицо. Пройти по любой улице. Опять же, когда сейчас сами собственники домов стали вешать эти таблички, вы посмотрите, там разные написания. Допустим, пойдете по нашей центральной улице, улице Ленина. На одной таблице написано улица Ленина. На другой табличке Ленина, внизу улица. Ленина, улица. Дальше, на третьей табличке улица В и Ленина. На четвертой табличке улица Ленина, внизу скобочках Астраханская. Ну, надо какой-то порядок, надо единый стиль этих табличек. Это должно быть решение городской администрации, чтобы все делать. Хорошо, если они ликвидировали вот этот отдел, ну, по крайней мере, принять какой-то акт подзаконный, да, нормативный акт, в котором... Городская дума должна? Прописать. Нет, нет, ну, сама администрация. Прописать там, как должны выглядеть эти таблички аншлаги. Чтобы был единый текст на всех домах. Вот это есть дизайн-код. Абсолютно так. Правильно. То, что сейчас Елена Борисовна этим дизайнерским кодом занялась, это похвально, это правильно. Очень хорошо. Дай бог, чтобы они тоже вот эту тему табличек, то же самое, там охватили. Ну что ж, намеренно выпускаем короткие выпуски. Пока сегодня, всего сегодня. Что ж, увидимся в ближайшее время. Огромное спасибо. Всего доброго. До свидания.